Всем привет, друзья! Под моей задницей находятся STP Silver 2mm и STP Gold 3.2mm А это значит, добро пожаловать на серию про виброшумозвукотеплоизоляцию Друзья, если вы еще не поняли я 100% гуманитарий я программист работаю руками, но немножко не в той области поэтому сам бы я такой автодом строил бы просто годами потому что я практически ничего по этой теме не умею но благость, мне очень повезло что у меня есть мой офигенный друг который все умеет и который в золотые руки и который любезно согласился мне помочь сделать мою мечту сделать мне автодом представляю вам Леху спасибо за представление, Саш да, меня зовут Леха я мастер на все руки у меня есть мастерская я занимаюсь и мебелью, и железом и теперь пришлось и автодомом заняться для воплощения прекраснейшей мечты моего друга я не мог отказаться это очень интересно я понимал, что это достаточно трудоемкий процесс но с таким меня жизнь не сводила и я никогда не боялся заниматься чем-то новым с приложением своего таланта и старательности поэтому у нас все пока что получается прекрасно и в перспективе планы тоже наполеоновские все получится супер, как мы задумали а может быть даже и лучше вот так мы тут с Лехой кладем виброшумку задолбались люто поэтому будет классно, если вы поддержите нас лайкосом и подписочкой ну что, друзья перед тем, как нам делать виброшумоизоляцию в нашем фургоне нам, конечно же, нужно его полностью очистить от всего того говна, которое в нем было и именно этим мы сейчас с Лехой и занимаемся так, смотрите вот мы с Лехой очистили пол убрали с него фанеру и деревянные лаги и теперь он выглядит таким детственным который он был при покупке этого фургона сейчас Леха сходит за компрессором и выдаем всю эту грязь отсюда также слева также была снята вся фанера справа тоже так что сейчас вычистим всю грязь и пройдемся тут везде каким-нибудь растворителем уберем полностью всю гадость чтобы потом на это спокойно класть виброшумку локация проведения работы этой серии бутерка так, друзья, чудесные кадры помойки но вообще я хотел показать, что мы взяли тяжелую артиллерию для того, чтобы все нормально подать, чистить поделать так чтобы все-таки рассказали мы с двен достаточно НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА сталк ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, снимаем перегородочку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Таким рисунком музыкантам понравится Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и вот Потердces Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Раскатывай. 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 виброшумку так же, как сделали это мы, то есть на стены и на потолок это 2-3 миллиметра и на пол это 3-4 миллиметра. Но по идее, если вы боитесь, что действительно шумы и вибрации будут вас раздражать, то можно сделать и 4 миллиметра и 5 миллиметров, но также не забывайте о том, что чем больше толщина у виброизоляции, тем тяжелее потом будет ваша машина. Это тоже нужно учитывать. По фирмопроизводителям, опять же, достаточно все разнообразно, их очень много. Самая, наверное, знаменитая фирма, это фирма СТП. Фирма уже давно на рынке, она себя зарекомендовала, поэтому мы выбрали, плюс мы нашли достаточно хорошую цену со скидкой именно на СТП Silver и СТП Gold, которые мы взяли. Также сейчас набирает популярность новая марка шумов. Кстати, друзья, если у вас есть какой-то опыт по виброизоляции других фирм, кроме СТП, то будет круто, если напишите в комментарии, будет интересно почитать какие-то хорошие или плохие отзывы о других фирмах, чтобы понимать, какие вообще фирмы стоят брать, а какие нет. Так, ну что, на сегодня мы закончили. Я считаю, мы сделали достаточно много. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Значит, мы сделали весь пол, здесь справа стену и слева тоже вот так вот стену, арки. Где-то больше половины, половину точно сделали, вот. И это примерно, это примерно у нас заняло часов 6 на двоих. Вот. Можно даже чуть поменьше, потому что мы ходили покушать, попить и так далее. Я считаю, очень круто, очень хороший результат для одного дня. Снова всем привет! Сегодня решили перед тем, как виброизолировать крышу, решили прорезать для начала люки, ну и смонтировать люки. Поэтому сегодня будем на крыше ковыряться, а раз мы на крыше, то сразу постараемся и установить рейлинги для крепления солнечных панелей. Хочу показать вам, в каком сейчас находится состояние уже виброизоляция фургона. Вот, пока где-то примерно полтора дня на это ушло. Давайте посмотрим. Ну, а посмотреть о том, как лихо мы установили люки и рейлинги на крышу, вы смотрите в следующих сериях. Не переключайтесь! Маленькая ставка о том, для чего все же нужна виброизоляция. Вот смотрите на примере. Слышите, да, какой звонкий звук? В этом месте нет виброизоляции, мы сюда не клали. А здесь она есть. Вот все места, которые мы уже завиброизолировали. Ну, разница очевидная, я думаю, все понятно. Ближе к вечеру, когда мы закончили устанавливать люки и рейлинги на крышу, мы вернулись к виброизоляции потолка. Для этого мы придумали такую забавную палочку, чтобы она помогала нам это делать и чтобы руки наши не так уставали. К концу дня мы сделали где-то примерно 70% потолка. Ну, что, всем привет, друзья! Новый день и мы на финишной прямой. У нас остался вот тут кусочек потолочка и внутренняя вот там вот часть. И готово! И виброшумочка будет сделана. Перейдем дальше к другим интересным темам. Ну что, вот и настал тот чудесный момент, когда мы закончили виброизоляцию. У нас заняло это примерно 3 дня и мы считаем, что это очень хороший результат, это достаточно быстро. Давайте посмотрим, как теперь выглядит этот чудесный дом с золото-серебряным, когда он весь от виброизолирован. Ну и давайте, конечно же, поговорим с вами о том, сколько же стоила вся виброизоляция моего автодома, сколько я потратил на это денег. Сейчас я открою файлик и прочитаю вам по деньгам. Значит, виброизоляция, значит, сама изоляция, да, STP Gold 3.2 мм, 18 листов. Это стоило 5142 рубля. Но не забывайте, что нам немного не хватило, поэтому на такой пол лучше брать хотя бы 20 листов. И изоляция STP Silver 2 мм. Мы взяли 77 листов, 17 339 рублей. В общем-то, все хватило, все хорошо. Так, итого по изоляции 22 481 рубль. Ну и по факту, еще кроме этого, мы купили два валика металлических для раскатки. Маленький стоил 300 рублей, большой стоил 350 рублей. Растворитель для обезжиривания Леха достал из своих закромов, то есть он нам остался бесплатно. Итого, на виброизоляцию я потратил 23 131 рубль. По мне, так очень адекватная, хорошая цена. Не так-то и дорого, я думал, будет дороже. Вот, друзья, спасибо большое, что смотрели эту серию. Про теплоизоляцию я вам уже буду рассказывать в следующих сериях, поэтому не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки и скоро увидимся. Все, Зиночка, наливай водяру, я закончил. Ох, наконец-то.